Приветствую вас! Сегодня поговорим о главных особенностях и фишках обновления 2.2 для Stellaris Console Edition. Бесплатное обновление 2.2 сделает галактику более глубокой, начиная от торговли измененных механик систем и планет, заканчивая более разнообразными событиями. Отправившись в космическое путешествие, вы заметите множество изменений. Космос теперь полон поразительных открытий, таких, например, как двойные и тройные звезды. Также в игре появились естественные червоточины, соединяющие различные части галактики и заброшенные искусственно созданные врата. Еще одно важное изменение в игре – это система гиперлиний, которую полностью переработали. Отныне звезды будут объединены в созвездия со множеством соединений, разделенные узкими магистралями. Все это повысит стратегическую важность главных транспортных коридоров вашей империи. Открывая новые звездные системы, вы столкнетесь с определенными видами черных дыр, нейтронных звезд и пульсаров, которые будут по-разному влиять на ваши флоты. Вам встретятся целые туманности, в которые невозможно заглянуть сенсорами извне. Также бывают такие звезды, которые ограничивают скорость полета и щиты ваших кораблей. Границы теперь более точно передают расширение вашей империи и инопланетных цивилизаций по соседству. Теперь вы можете присоединять к вашей империи отдельные звездные системы, разместив там форпост за очки влияния. Благодаря этому захват важных участков галактики несет в себе как риски, так и выгоды. Эти космические базы можно улучшить до звездных портов, что открывает вам новые слоты и дополнительные возможности, например, размещение верфей, оборонительных платформ, торговых центров и так далее. И здесь уже вам решать, на чем сконцентрироваться. Например, можно развивать определенные системы, как оборонительные форпосты, а другие как торговые и экономические хабы. На смену старой системе планетарных клеток пришли специализированные районы. Появилось четыре новых области, предназначенные для строительства жилья для населения, а также для сбора пищи, энергетических и ископаемых ресурсов. Теперь нам предстоит заниматься производством товаров массового спроса для населения, различных развлекательных зданий, а также сплавов, которые являются основным ресурсом для создания кораблей и космических станций. Максимальное количество районов и построек при этом ограничено численностью населения планеты. Что касается самого населения, то здесь внедрены элементы серии игр «Виктория». Наши жители теперь будут разделены на социальные классы. Принадлежность к тому или иному социальному классу определяет, какие должности могут занимать ваши граждане и сколько товаров массового спроса они потребляют. Вам также придется следить за численностью населения, поскольку перенаселение планеты, нехватка жилья и рабочих мест будут иметь негативные последствия. Ваши граждане будут эмигрировать в другие звездные системы, на другие планеты и искать там лучшие жизни. Все это может закончиться планетарным голодом, бунтами, террористическими актами и другими социальными взрывами. И последнее главное нововведение этого обновления, которым давно пользуются PC-игроки, теперь вы можете напрямую покупать товары и ресурсы на галактическом рынке, при этом цены на нем формируются в зависимости от реального спроса и предложения. Также появились долгожданные торговые пути, они генерируют так называемую торговую ценность, эти очки по торговым путям стекаются в центр вашей империи, в столицу и генерируют для вас дополнительное богатство. Собственно это все главные нововведения обновления 2.2 Stellaris Console Edition, на которых я хотел остановиться. Спасибо за внимание, с вами был Павел Кибурга, подписывайтесь на наш канал, до скорых встреч. Павел Кибурга, подписывайтесь на наш канал, до скорых встреч.